всем привет суббота 6 июля 2024 года и сегодня у нас дождь за окном и поэтому я хочу сегодня сделать для вас такое знаете домашнее видео сегодня я приглашаю вас опять в мою квартиру и я хочу вам рассказать что я собираюсь там делать в своей квартире и так друзья усаживайтесь поудобнее и я вам всего подробно расскажу и покажу жара говорите у вас 40 градусов а у нас вот дождь только что прошел эти все сыро и мокро специально вышла на улицу вам показать как у нас тут все изменилось поменялось вот это вот наверху моя квартира видите вот на кухне окна которая закрывает красивая липа или по сейчас цветет немножко не обрезали мне ветку нижние ветки обрезали а здесь немножко не обрезали она мне все равно в окно будет бить ну вот не было меня когда обрезали и вот видите не поняли что к чему но я не об этом сегодня хочу вам рассказать во первых я хочу показать вот это вот моя новая соседка снизу вот так красиво сделала тебе садик и вот это даже она сама огородила где паркуется машины место она живет в лондоне вот она сейчас уехала она была здесь целый месяц все здесь улучшала и вот к сожалению я вижу видите у нее упала вот это вот птичья кормушка птичья кормушка почему-то к сожалению упала плохо она ее приделала а еще наверное знаете ну надо вбить я уже вряд ли смогу вбить вот так вот кормушка для птиц у нее очень хорошая но это о чем говорит это говорит о том что ветрища такой был у нас ночью что все здесь поваляло сейчас достану вот еще вот эту нидите кормушку для птиц ой-ой-ой она уже опять покосилась скорее всего обвалится мне сейчас одной рукой конечно это все не установить не сделать надо будет попросить соседей соседа моего чтоб он поправил эту кормушку для птиц все странно вообще что она упала так вот у нас сегодня вообще не холодно вы знаете хотя такой ветер штормовой и дождь всю ночь шел сейчас немножко пройду вам покажу мои окна с другой стороны видите что тут у нас это мой сосед другой сосед снизу себе вот так вот огородил вот эту территорию гамаков наставил собаки тут у него видите чего только нет вот наверху опять мои окна видите открыто окно так вот как то знаете все изменилось потому что раньше это был коммунал гарден общий сад а теперь его продали этому соседу снизу и в общем сейчас у всех практически есть свой кусок земли кроме меня и сразу уже чтоб как говорится далеко не ходить до 2 раза не наклоняться я хочу вам рассказать что я решила все таки свою кухню довести до ума потому что огромная площадь моей кухне вот смотрите до 3 метра 3 10 на 5 10 то есть чуть больше 15 квадратных метров кухня у нас как вы помните 9 уже считалось кухня большая да ну я не хочу даже сравнивать друзья я просто вам говорю что кухня большая и никак ей ладу я не дам вот кстати кто-то может быть помнит я же вам эту кухню когда-то показывала я с нее даже свои видео начинала какие-то изменения произошли но в основном все то же самое что я имею ввиду в основном в основном это значит мебель осталось а то же самое ну вот я поменяла ковровое покрытие недавно совсем все равно пол скрипит потому что основание основание надо менять почему они кладут всегда вот это ковровое покрытие любят эти англичане потому что в старых домах там это все основание доски но не все настолько расшатаны настолько все скрипит когда идешь ну и легче всего знаете просто положить ковровое покрытие и не парится а если ламинат класть то это же придется там все равнять вот здесь я тоже сама когда-то помните по моему два года назад кстати очень дешевые вот эти вот плитки линолеумные плитки и они у меня два года лежат и ничего с ними не случилось но так значит решила я все-таки кухню доводить до ума видите что все здесь все здесь стоит все здесь торчит убирай не убирай если вот у меня даже некуда спрятать вот это все это не потому что я вот люблю чтобы она тут так стояла вилки-ложки эти приборы все а потому что у меня нет даже здесь ни одного ящика вот смотрите видите ящиков нет только дверцы ну такие шкафчики здесь вообще у меня занавесочка висит видите да и там у меня типа utility все что хочешь пылесосы и все потому что по идее utility нет в моей квартире что такое utility это как кладовки у нас подсобные и вот это все под хозяйство хотя и говорят что сейчас это модно вот так ну не знаю не знаю я бы с удовольствием навесные шкафы здесь сделала повесила видите какие у меня неровные стенки здесь потом вот этот вот камин который не используется давным-давно мне все тоже пишут мои зрители а вы его не хотите использовать а вы не хотите топить что топить как топить посмотрите ковролин стоит раз во вторых здесь уже давным-давно все вот это вот труба она вся забита и закрыта закупорено ничего уже там давным-давно не работает что зачем мне это вот видите здесь у меня тоже как utility как подсобочка такая небольшая но стыдоба стыдоба что говорить и вот значит сейчас почему я использую вот эту вот смотрите стенку которая три метра шириной и можно было бы здесь прекрасно софу поставить вот эту вот так сказать обеденную зону уж если так кухню разделять обеденная зона вот здесь поставить софу для отдыха вот этот вот убрать остров который мою кухню бестолково делит на две половины и сделать может быть пол такой общий или линолеумом или ламинатом уж как получится да ну вот это все конечно дорого будет стоить вот здесь вот по это самое повесить навесные шкафы новую заменить плиту вот это вот поверхность рабочая знаете хаб называется да по-английски знаете в общем стала думать и гадать и смотрите все у меня же конечно же уже тут на мази я нашла несколько магазинов таких вот один how dance называется как они тут кухни устанавливает все здесь все здесь есть дальше вот kitchen house тоже здесь все про кухню дальше бенк ю это вспомогательные все для кухни вот в общем всего набрала договорилась даже вот с этим вот how dance договорилась приходили ко мне дизайнеры а я хотела знаете по минимуму как-то попробовать обойтись винить поверхность вот это вот столешницы заменить убрать этот вот остров как я сказала и справа и слева только сделать вот эти вот рабочие поверхности самое ужасное то что моя кухня огромная но вот может быть потому что здесь такое огромное окно видите эркерная по нашему называется она получается что у меня здесь эти подоконники ниже чем рабочая поверхность видите как бы было бы хорошо если бы здесь продолжить сделать тоже вот здесь вот кухню вот эту вот такую по кругу да и мне бы хватило бы ой 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 но тогда получается что я закрываю полностью окно в общем думала я думала и сейчас покажу я пригласила с трех этих мест дизайнеров они уже приходили и вот они мне сейчас уже прислали свои разработки там же есть такие специальные программы дизайнерские да легко на них работать у нас посмотрите дождище какой ведь какая погода за окном дождь льет целый день у нас сегодня кто-то смотрел если мои видео с кухни может быть даже заметит разницу но вода захламляется захламляется постепенно а кстати вот я поменяла светильник посмотрите здесь даже еще не успела там подкрасить наверху потолок потолок у меня тоже высоченный 3 10 высота потолка вот это ко мне приходил опять поляк вот за эту установку светильника сколько думаете он взял 50 фунтов 50 фунтов это 5000 рублей если кто-то немножко не может понимать в общем чтобы вам было понятно я сейчас вам покажу как мне сделали дизайн новой кухни вот чтобы вам понять вот я показываю сначала сейчас на экране я вам покажу вот эту сторону вот эту это если на кухне заходишь слева у меня вот сейчас здесь видите у меня стоит плита газовая это стиральная машина и здесь просто для мусора там опять же для всякой ерунды и здесь вот этот угол который мне не нравится но вообще лучше бы это тоже как-то продлить зашить да сейчас я покажу что он мне придумал дизайнер трудно наверно вам конечно же будет понять друзья но я показываю эту же самую мою вот стеночку да то что мы в живую сейчас видели я показываю вот на картинке то что этот дизайнер мне тут настроил это прекрасная замечательная очень удобная компьютерная программа которая устанавливает эти все ящики их можно двигать комоды шкафчики все остальное но вы знаете вот пожалуйста занимайся не хочу и вот что он здесь сделал я просила что у меня недостаточно ютилити вот этих вот подсобных помещений кладовочек всяких чтоб все это зашить и что здесь мы видим он мне зашил полностью мой вот видите камин зачем-то можно было дверцы оставить нет он просто это полностью зашил это раз второе он мне мойку сюда придвинул здесь он мне вообще убрал плиту газовую ее здесь нет и он мне сделал вот эту стиральную машину в углу вот мойка стиральная машина только у меня здесь получились видите ну наверху он этот шкаф повесил а там больше всего над мойкой мне нравится обратите внимание дизайнер над мойкой поставил книжечки такая полка с книгами друзья я не знаю как вам но кто-то может мне сказать что ну вы можете потом что хотите там сами поставить на эту полку но там просится какая-то я не знаю сушка для посуды или что-то похожее да какие книги там сыра постоянно вода льется постоянно мокрые руки для чего там книги я приду на это значит буду там над этой мойкой стоять выбирать какую мне книжку почитать или что но вот да понятно что можно это все заменить и конечно я заменю если если уж на то пошло но ведь это же дизайнер он же должен это все понимать соображать он же учился этому профессионал должен быть и что вот смотрим дальше друзья и показываю вам вторую сторону кухни чтобы было понятнее вот это справа стенка вот она у меня была вот такая видите да вот здесь опять этот угол непонятный что-то надо с ним придумывать я же сказала что я хочу вот этот вот остров сломать убрать и здесь как бы продлить эту поверхность и вот смотрите что сделал мне дизайнер я уже не буду очень долгими объяснениями вас утомлять друзья смотрите картинку можно приблизить но видно что он на эту сторону перенес мою плиту газовую хотя это очень сложно знаете на рис гладко было на бумаге а как это газ там же надо все эти подсоединения как можно газовую плиту с одной стороны как комнаты перекинуть на другую это ж надо с газовиками там очень долго договориться даже не подумал он об этом дальше смотрите там где я хотела как раз поставить холодильник вот рядом с окном он здесь мне впихнул шкаф между вытяжкой и окном шкаф пихнул видите узкий высоченный шкаф обратите внимание что высота шкафа почти на вровень с окном окно по высоте у меня наверное метр восемьдесят ну и как я могу туда залезать на верх этого навесного шкафчика на верхнюю полку как это все можно нормально использовать если у меня рост метр шестьдесят пять и теперь для меня самая интересная история вот это вот противоположная стена глухая до в которой я хотела сделать зону отдыха и расслабления если так сказать да вот этот холодильник конечно надо убрать да не этот даже может быть какое-то другое я сказала я все объяснила что может быть даже этот холодильник поставить либо вот сюда куда-то вот к стенке возле окна либо на другую противоположную стену что здесь у меня останется место и вот что он мне сделал на вот этой стене и это уже как говорится просто для меня верх дизайнерского искусства посмотрите он мне туда запихнул просто огромную хламину такую как шкаф для одежды или что это такое но это же кухня друзья и у меня вот эта противоположная стена она у меня три десять три метра десять вот справа беленькая то он нарисовал мне дверь там у меня дверь для чего между дверью этим шкафом оставил место непонятно почему на кухне вот такую вот хламиду он поставил спрашивается это красивый дизайн вот еще показываю вам вид сверху на мою кухню все это прелестное дизайнерское искусство и больше вас я не буду напрягать сейчас я конечно же вам расскажу самое главное сколько же будет стоить такая кухня так вот эта кухня стоит 8000 фунтов стерлингов и это с учетом скидки 50 процентов потому что именно сейчас на все кухни у них 50 процентов скидка поэтому то в общем то я и решила все это именно сейчас затеять сразу переведу на рубли 8000 фунтов это примерно 900 тысяч рублей то есть около миллиона и вот за такие огромные деньги они еще и будут делать это все очень неспешно примерно надо еще подождать месяц потому что там у них много желающих и потом они будут в течение десяти дней все это устанавливать вот так ну и напоследок друзья если я вас еще не совсем притомила я еще хочу вам кое-что показать и рассказать показать что я поменяла дверь свою вот она смотрите сейчас покажу поближе и потом еще кое-что вам расскажу ну вот во первых смотрите мне поменяли здесь замок становили не тот как я хотела потому что у него очень тонкий ключ смотрите какой тоненький и для того чтобы открывать и закрывать мне приходится очень долго наклонясь стоять в трепахибели и пытаться его вставить вот так видите во вторых здесь у меня был обычный замок как мы его называем английский да вот он здесь стоял его убрали эта дверь новая она не такая уж и тяжелая но она по-моему 45 миллиметров она толщиной называется фаер до это пажа противопожарная дверь и она должна быть вот с такой доводкой видите она должна сама закрываться она до конца не защелкивается странным образом она должна доводиться не знаю почему и зачем мне это совершенно не нужно потому что открывать как я сказала очень тяжело это надо знаете каши мало поел не откроешь но требует поэтому пришлось поставить вот так вот она выглядит моя дверь снаружи смотрите теперь опять доводка это главное что ее тянуть говорят нельзя на себя и приходится ждать когда она сама доведется и она не закрывается еще странно то что вот видите какие здесь рейки установлены самая центральная центральная рейка самая должна быть симпатичная она вся в сучках вся в сучках вот так мне установили эту дверь и вы знаете за эту установку двери вот такой вместе с дверью и с работой я заплатила 450 фунтов сразу для тех кто может быть немножко не понимает я могу сказать что это 450 фунтов прибавьте два нуля это 45 тысяч рублей это очень дорого вот он даже не покрасил рейки и рейки то есть это материалы который он сам привез мастер плотник и скорее всего что на материалах сэкономил и здесь эти сучки и замок такой как я сказала который не сразу откроешь не сразу закроешь ну ладно еще я хочу вам знаете что рассказать и показать смотрите какая история опять она не закрывается до конца в английских прихожих это та история что прихожих практически нет вот заходишь в квартиру и сразу вот такой длинный коридор я прячусь назад чтобы вам показать как это все выглядит вот такой длиннющий коридор вот сюда в эту сторону у меня вход в большую комнату в эту сторону у меня кухня и дальше вот здесь слева спальня моя ну вот понимаете да и что я хочу сказать здесь совершенно не предусмотрено чего-то такого где можно было бы хранить обувь или повесить одежду вот смотрите ну прибила я сюда но я живу одна слава богу я еще могу как-то свои куртки сюда повесить что такое да но если вот семья допустим как это или вот я живу 1 я здесь поставила своих немногочисленную обувь сейчас слава богу лето да это вот часть обуви я иногда вот сюда за забрасываю потому что она мне мешает я понимаете вот что почему не предусмотрено здесь побольше места побольше пространства в прихожей чтобы обувь оставить и это еще что дверь открывается внутрь квартиры почему дверь открывается внутрь квартиры мне тоже непонятно видите она открывается внутрь и у нас считается наоборот что такую дверь и вышибет легко потому что снаружи вышибается внутрь выпадает конечно я не об этом опять а я о том что возле самой двери уже ничего не поставишь все это обувь не поставишь место мало ничего не предусмотрено я просто вам рассказываю как в англии все это происходит как живут здесь в общем нагрузила вас друзья по полной программе рассказала вам так суматошно все что происходит у меня может быть друзья кто-то мне напишет что вы думаете по поводу всего что я вам показала и рассказала что вы думаете по поводу моей новой кухни то есть дизайна того который мне представили мне должны на следующей неделе еще одна фирма при свой дизайн представить но я уже не думаю конечно что я буду вам все это вот так подробно рассказывать и показывать просто меня очень возмутил вот такой вот непрофессиональный подход этих дизайнеров к своей работе а так в общем то все нормально были бы деньги как говорится любой каприз за ваши деньги всем спасибо друзья всем пока пока